Всем привет и хорошего настроения! С вами Рэй и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Как вы знаете, эта игрушечка очень занятная и увлекательная. Правда, строится все здесь долго, но тем не менее она превосходна. И в плане игры, и в плане анимации. Так, ну что нам сделать-то сейчас, а, ребята? Ну, конечно же, соберем деньги и еду, это в первую очередь. Давай-давай, так, у нас с вами по деньжатам, конечно, не так, чтобы айс, но, тем не менее, и не особо плохо. А ты что, у меня, девочка, так просто ходишь, а? Не по-людски это, не по-людски. Так, казарма. Да, увеличивать ее, конечно, у меня не получится, потому что нужно четвертый уровень тронного зала. Но зато мы можем сделать так. Иди сюда, родная, тебя здесь не хватало. Почему у меня один повар работает, а второй где-то отдыхает? Прозевает, так сказать, и это не дело. Так, давайте, наверное, зайдем на карту, глянем, что у нас тут. Отсюда. Так, истлевшие кости и изгнившие гробы. Блин. Вы помните, мы пробовали здесь их одолеть. У нас ничего не получилось, хотя я по мощи превышаю врага. Давайте еще разочек. Вперед, ребята, два мечника. Один мечник у меня, сами видите, какой-то слишком жидкий. Его очень быстро разобрали. Ну, давай, хотя бы вот этого-то убейте, а. Так, молодцы. Ну, некромант. Нет, ребята, не получается у меня их одолеть. И маг этот слишком слабенький. Как-то и бьет он никудышно. Ладно. Хорошо, что здесь юниты не умирают окончательно. А просто возвращаются к себе в казарму с минимальным запасом ХП. Так, забираем награду. Это у нас сундучок, да? И мне... Так, подождите. Так, ну это нам пока... Что тут показывать? Ага. Мне дают задание одолеть реального человека в игре. Владимир Саид-Мария. Вы посмотрите на его мощь. Они, наверное, издеваются надо мной, да? Или хотят, чтобы я просто-напросто потерял очень много ресурсов. Я чувствую нутром, что я его не осилю. Типа, смотрите. У него, как все тут хорошо развито. Девятого уровня замок против моего шестого. Нет, я не буду. Я откажусь. Я немножечко попозже. Или хотя бы наравне себе... Точнее, равного себе противника. Тогда да, тогда можно. Так, что? Так, вы лечитесь у меня. Вы тут кулинарите. Так, а почему у меня маг занимается щитоводцом? Ну что нам тут дадут? Весы. Так, 138 золотых в час. Так, где у меня срочно-срочно казначей? Где казначей? Так. А ну-кася. Ох ты, красава. Конечно же мы наденем. Ну а щипцы мы передадим по наследству, так сказать, ученице казначея. Да, вот так оно будет лучше. Я надеюсь, у нас будет прибавка существенно идти лучше. Так, эти почти накопились. Я вот не знаю, ребята, как здесь убрать эти комнаты. Убрать. В плане убрать это разобрать? Или в каком понятии? Не хочу рисковать, если честно. Если кто знает, пускай напишет, что это значит. Убрать все комнаты. Режим уборки. Немножко не пойму. Я знаю, что есть ребята, которым эта игра нравится, которые там развиты приблизительно хорошо. Просьба, опишите, что... Не хочу накосячить просто-напросто. Так, забираем 700 золотых. Отличненько. Получаем с вами новое задание. Обитель некромантов. Ммм, одержите победу. И куда же вы меня в этот раз-то хотите направить? Не понял. Сперва пройдите. Ну, так, естественно, сперва пройдите. Пробовал я уже. Слабоват еще. Слабенький, слабенький. К сожалению, я пока не могу потягаться с нечистью. Мне бы... Вот жалко, здесь нельзя... Знаете, что делать? Ребята, затачивать и апгрейдить оружие. Может быть, конечно, в дальнейшем это возможно будет. Но пока я чувствую себя полным нумбом. Так, иди-ка, наверное, немножко развиваться. И кого-нибудь еще надо. А что они у меня просто так стоят без дела? Согласитесь, да? Там хоть тренировка. Получается, хп. Сила. Ну и, соответственно, я могу им поставить потом более мощное оружие. Так, далее. Далее у нас что идет? Я даже не знаю, что мне, ребята, сейчас здесь и сделать. Так, это мои поражения. Ну, моих нападений, естественно, нету. Потому что я не рискую пока. Побаиваюсь, так сказать, нажить себе врагов. Да и ни к чему мне сейчас. Так, тренировка. Все, видите, в тронный зал. Сталкивается лбами. Как вы помните, тронный зал, чтобы увеличить, это нужно 5 часов реального времени. Ну, если не считать, конечно, кристаллов. И 40 тысяч голды. Довольно внушительная сумма, по моим меркам. Так что я даже не знаю, как скоро я смогу это сделать. Почему я сейчас и делаю упор на казначейство? Хоть какие-то деньги. Так, радости у них полные штаны, 100%. Так, дальше мне сюда не выйти. Купаться, ну, как вы помните, нельзя. Дракончик все летает. Да-да-да-да-да, стоянка для дракона. Блин, мне охота, если честно, сбегать на карту, попробовать как-то их отдубасить. И в то же время, почему мои воины не тренируются, а? Кто мне скажет? Почему они там разгуливают, прихорашиваются, бухают и так далее и тому подобное? Оружие вроде у них в руках, я не забирал. Опа-на. Бухнул маленько и рад. Ладно. Так, надо, ребята, обдумать кое-что. Сорв тысяч. Так, у меня почти 18 тысяч, да? Это мне не хватает 22 тысяч. Ну, этому, грубо говоря. Как их можно усилить? Точнее, не усилить, а добыть. Продать мы ничего не можем. Эти казначеи у нас добывают понемножку деньги. Соответственно... Так, у нас тем более два казначея. Один из них маг там сидит у меня, притулился, видите ли? Вот. Значит, нам что надо сделать? Увеличить мы тоже сейчас не можем прирост. Остается только карта и развитие своих юнитов. Ну, почему-то они не развиваются, а? Лентяи вы, ребята, просто лентяи. Что ты там прихорачиваешься? Ты так у меня красава. Так, смените меня отправить во владение. А это что такое? Отправить во владение? Это куда еще? Сейчас отправлю на свою голову. И лишусь самого мощного рыцаря у себя на данный момент, который у меня есть. Восьмой уровень? Блин, ей бы хотя бы уровень двадцатый. Хотя бы! Вот это у меня губежки, да, раскатились. Да, мечтать не вредно, конечно, но полезно, тем не менее. В этот момент напрашивается одна очень известная всем фраза. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Не дают человеку спокойно жить. И я не могу с этим не согласиться. Ведь верно, да? Так, ну ладно. Яблочки. Одиннадцати три. Очень много. Четырнадцать яблочек, да? Мы прям купаемся в еде. Ну, на самом деле, еды у нас нормальные, если честно. Хотя могло бы быть и больше. Ну что, рискнем, наверное, может быть, еще разочек. Может, сюда сходить, а, ребятка? Как вы думаете? Такой заманчивый, да? Полторы тысячи голды. Давайте попробуем. Ну-ка. Давай, 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 давай. Красава, вали, вали их. Так. Отлично. Пока вроде плохо. Ах ты. Все-таки она у меня немножечко сладенькая. Ну, а маги в ближнем бою, они вообще никакие. Просто размазня, грубо говоря. Два мечника тоже нет смысла брать, потому что, помните, мой плохой эксперимент. Хотя они были тогда сладенький. Хотя они были тогда сладенькие, но их все равно быстро очень размозжили. Потому что, когда я беру дальников, почему-то у него начинается много ближников. Когда я беру много ближников, он берет много дальников. Какая-то парадоксия натуральная. Ну, ладно, давайте что-нибудь сейчас подумаем и придумаем. Наверное, опять же. Так, собираем голду. И отправляем своих юнитов на развитие. Точнее, на прокачку. Так, беги, родной. Ура, ура! Он кричит и ломанулся в тренировочный зал. Давай, братишка, не подкачай меня. Какого лешего? Я же тебе сказал бежать в тренировочный зал. Куда ты пришел в тронный, а? Не, ну ты хитер, однако, братан. Не, давай-ка, иди-ка сюда. Захотел в тронном зале потусоваться. Уже в пути. Я видел, как ты в пути. Тогда, когда ты кричал ура, ура. Он, оказывается, обрадовался, что я его отправил в тронный зал. Нет, будешь здесь пыхтеть у меня. До потери пульса. Развиваться мне нужны сильные войны. Так, красава, ты пойдешь у меня лечиться. Ну, а ты у меня постоишь здесь. Ты, по крайней мере, более-менее почему-то целый. Хотя погибли вроде все. Интересно, почему так произошло. Причем, смотрите, ребята, красава пока добегает до госпиталя. Она восстанавливает себе полностью здоровье. Не вижу смысла тогда вообще и туда бежать. Так, ну это броня слабая. Естественно, мы ее одевать не будем ни в коем случае. Даже думать об этом не будем. Так, все, ты у меня здесь стоишь. Ё-моё. Смотрите, я не могу выбрать юнита почему-то. Да, немножко так получается. Вот, выбрал. Возвращайся обратно. Так, и, не знаю, толстячок. Почему-то ты у меня не занимаешься ничем абсолютно. Он только там стоит и насвистывает. Ладно, он, наверное, хотел сказать мне... Давай бухти мне, как космические корабли пороздят. Большой театр. А я посплю. Скорее всего, так оно и было. Ладно, ребята, улучшаем себе столовую. А знаете зачем? А за тем, чтобы у нас было больше яблочков. Яблочки. Ого. Может, в принципе, и казну второго уровня. Но пока потерпим. Давайте еще разочек рискнем в бой. Все равно ничего не теряем, кроме еды. Давай, ребята. Красава, ты, конечно, у меня красава. Но вот немножко тебе не хватает. Этот некромант несчастный, он не раздражает. А вот этот вот внизу который злодей. Ёлки-палки. А вы смотрите, практически, практически мы запинали. Ну, эти два лучника, конечно, меня раздеребанят. Слушайте, а в принципе, есть неплохой шанс все это устроить. Единственное, что нам не хватает, это мощи. А мощь у нас как повышается? Либо путем тренировки, либо одевания в доспехи. Доспехов у нас нету, но зато у нас есть тренировка. Ну, я их отправлял, почему-то они не хотят заниматься. Я не знаю, в чем здесь суть, в чем загвоздка. Может быть, они просто лентяне? Давай, иди лечись. Так, персонажа. Можно? Ну, я понимаю, что можно, а я же часы делаю. Ну, побежала. Молодец. И ты сюда же беди. Так, а ты у меня сюда пойдешь тренироваться. Пока у нас есть время. А времени у нас, ребята, здесь просто куча. Мы можем здесь просто, знаете, с вами философствовать, разговаривать, беседовать на различные темы. Кстати, если вас интересуют какие-нибудь темы, можете задавать, пока я буду играть в эту игру. Потому что, ну, на самом деле, по пять часов ждать развития, например, какой-то комнатки, как вот здесь, видите, внизу. Две минуты 39 секунд у меня готовится кухня. Почему бы не пофилософствовать, не поговорить на какие-нибудь темы? Во-первых, и мне будет интересно. Я хотя бы займусь чем-то. Пока они тут у меня бегают и разгильзняничают. Ну, и вам тут, наверное, интересно будет что-то послушать. Всяко у вас есть, наверное, какие-то вопросы. 58 секунд осталось. На данный момент мне напоминает, знаете, как беспризорники бегают по большому замку и не знают, чем заняться. Ну, как в этой песне-то в одной. Ну, а казначеи у нас все ведут свою казну. Они жадные, жадные, жадные. Я бы даже, знаете, что сказал. Задайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в ванне. Я старый. Меня девушки не любят. Ну, что-то как-то так. Ну, что, ребята. На этом, наверное, я буду заканчивать свой выпуск. У нас как раз будет строиться оружейное целых полчаса времени в вагон. И мы с вами увидимся в следующей серии. Обязательно увидимся. Так что подписывайся. И до скорых встреч. Всем пока, ребятушки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok